Я не считаю себя поклонником Сергея Лукьяненко, хотя уже много лет читаю его книги с большим интересом. Я поклонник творчества Ивана Ефремова. Именно его книги для меня сейчас, наверное, главные, и именно предложенную им социально-экономическую модель я считаю выходом для человечества. Но Лукьяненко интересен чем? Для меня, во всяком случае. Его книги – первая встреченная мне книга, в которых идет полемика с моделью, предложенной Иваном Ефремовым. И достаточно интересная полемика. Полемика, понятно, там идет не только с Иваном Ефремовым. Полемика там идет, в частности, и с братьями Стругацкими. Но то, что братья Стругацкие и Иван Ефремовы пиарили одну парадигму – парадигму тайного общества «Диск» в наше время, благодаря книгам Сергея и Ольги Бузиновских, уже ни для кого не секрет. Вот, кстати, как выглядит Сергей Лукьяненко. А вот, как выглядит одна из обложек его книги «Звезды холодной игрушки», о которой я хочу сейчас поговорить. Именно эта книга, на мой взгляд, яркий пример такой полемики. Полемики с Иваном Ефремовым. Описанная в этой книге «Общество геометров» – это калька с общества, описанного Иваном Ефремовым в «Туманности Андромеды», «Сердце змеи», «Часи быка». Но при этом это весьма и весьма своеобразная калька. Важная здесь деталь – общество геометров точно не коммунистическое. И в книге Лукьяненко даже такого слова «коммунистическое», «коммунизм», «геометры» не употребляют. Любому специалисту тоже ясно, что система, предложенная Ефремовым, и близко не коммунистическая. Хотя он вроде сам называет ее коммунистической. Впрочем, он ее иногда называет еще и ноосферной. Так между делами. Здесь ситуация другая. Кстати, это интересное отличие от Стругацких. Стругацкие ведь четко подчеркивают, что их мир полдня коммунистический. И, кстати, это так. Мир полдня действительно построен на основе коммунистической идеи. С первого взгляда общество геометров, описанное Ефремовым, вроде бы действительно по-настоящему прекрасно, по-настоящему благополучно, по-настоящему совершенно. И да, в нем те же черты, что и в обществе, описанном Ефремовым. В частности, детей воспитывают не родители, а профессионалы. Опять же, единая идеология, которая берет за основу вроде бы хорошие идеи. При этом геометры активно исследуют космос и активно помогают отсталым цивилизациям. Хотя вторая это черта прогрессорства, это уже скорее общая черта с Стругацким, а не Ефремовым. Но, тем не менее, ясно, что встреч земляне, описанное Ефремовым, отсталое общество, они бы тоже занялись прогрессорством. Это близко им по духу. Кроме того, это, пожалуй, самая главная черта. Общество геометров на тот момент самая развитая цивилизация из встреченных землянами в нашей галактике. И оно более и намного более развито, во всяком случае в техническом плане, чем цивилизация Земли. Цивилизация Земли, кстати, у этой книги Лукьяенко вообще не относится, как тогда называлось, к сильным расам. На нее смотрят, как на периферийную такую, отсталую, захолустную цивилизацию, действительно развитая цивилизация нашей галактики. Самое интересное происходит после того, как главный герой романа, Петр Хромов, внедряется в общество геометрии, внедряется инкогнито. И он обнаруживает, что за внешне блестящим и благополучным фасадом скрывается очень много интересного. Например, что наставники, воспитывающие детей, оказывается, располагают великолепной шпионской аппаратурой, позволяющей видеть им при желании каждый шаг воспитанника до самых интимных, включительно. Что в этом обществе, оказывается, есть концлагеря. И что, например, кроме института прогрессоров, есть еще и институт регрессоров. Если геометрии встречают в космосе цивилизацию, которая им чем-то не нравится, то они сначала внедряют то регрессоров, регрессоры опускают это общество до первобытного состояния, а уже потом внедряют прогрессоров, и прогрессоры делают цивилизацию такой, какая она, на взгляд, геометра должна быть. В общем, коммунизм Ивана Ефремова, Лукьяненко, оказывается хорошо замаскированным фашизмом. И фашизмом предельно гнусным и чудовищным, а самое главное, располагающим колоссальным могуществом. Это самая могущественная цивилизация на тот момент, во всяком случае, скажем так, в обозримой галактике. Но, думаю, здесь нужно признать, во многом Лукьяненко в описанном право, и очень право, подобная чудовищная деградация, что мира полдня Стругацких, что мира эры Великого Кольца и эры Встретившихся рук у Ивана Ефремова, возможно вполне, и очень даже возможно. Более того, у Стругацких такая деградация закономерна, что Стругацкие достаточно прозрачно дают понять в своих поздних произведениях. Но ту Ефремова подобная деградация – это извращенный путь, во всяком случае, на мой взгляд. А вот вот этого, Лукьяненко, думаю, как раз и не понял. В целом, безусловно, рекомендую книгу к прочтению «Интересная мысль мне и действия». Но, я думаю, все уже заметили, я по-прежнему пытаюсь сделать мои ролики более зрелищными. Сейчас мы с вами находимся в звездолете, у его иллюминатора. Надеюсь, этот футаж вам нравится. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите мои аналогичные ролики.